Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Очень часто приходится слышать сегодня такой термин «нежеланный ребенок». Дело в том, что все дети, которые приходят к нам, это дети Божии. Если Бог даровал ему жизнь, он в любом случае желанный и имеет право на эту жизнь. И другое дело — это несознательность родителей, наша несознательность, когда родители не готовы поделиться частью своего комфорта, частью своего устоявшегося быта, частью своих материальных ресурсов. Хотя вы же понимаете, если честно посмотреть, как многие сегодня говорят, ну куда мне надо поднимать ребенка? Слушайте, ну первый год ребенок пьет только материнское молоко. Что поднимать? Внимание и забота, материнское молоко — вот что нужно ему. А все остальное происходит от маловерия, от того, что человек не готов положиться на Бога, а считает, что только все от него самого зависит. Но мы же прекрасно видим с вами, что от нас с вами зависит. Не так уж и много. И всегда русский человек полагался на Бога. И надо сказать, что все, уповающие на Бога, всегда получают от Него помощь. И тем более это касается рождения детей. Бог не оставит этого ребенка и не оставит, и за смелость родителей, за их решительность, не оставит своим милостью и эту семью, которая принимает малыша, которая с готовностью открывает ему двери в жизнь. Поэтому, конечно же, каждый ребенок, он желанный. И когда его называют нежеланным, это просто, к сожалению, малодушие, с которым нам надо бороться, поскольку когда-то и мы с вами появились на свет, и наши родители тоже доверились Богу. Поэтому и мы живем сегодня, и дышим воздухом, и над нами светит солнце, и мы выросли, хотя надо сказать, что поколения, которые жили перед нами, рождались в гораздо более трудные времена, но никто в военное время не думал, желанный ребенок или нет. Просто люди открывали дверь перед пришедшим в мир человеком. Так что все дети желанные. И да, пускай будет для каждого из них открыт вход в этот мир. Храни вас всех, Господь. Продолжение следует...